Давайте к великому перейдем. А вот и великое. Илья Храбров. Библиография по эсофии. Ну, я буду опять читать. Очень приятно, очень весело читать. Но, ладно, заплатили, так заплатили. А вам все видно? Нет, конечно же, вам не все видно. Ну, похеру как бы. Так, ладно, шутка. Конечно же не похеру, друзья, на вас. Вот, теперь все видно. Счет стихий мудрых предков. Огонек, водичка, ночничок. На самом деле, теория стихий очень мощная. Не стоит, надеюсь, смеяться. Даже Ежи Сармат и Убер Маргинал спорили, а все есть вода или все есть огонь, понимаете? Даже они, даже они, даже современные наши вот люди, интеллектуалы. Библиография по эсофии. Илья Храбров. Ну, и вот тут у нас «Прощайте, мои верные друзья!» Так попрощался с книгами Александр Сергеевич Пушкин перед смертью. Нельзя не согласиться, что книги нам подчас ближе людей. Порой они помогут советом или предостережением, рассмешат или приласкают. А заставят задуматься или, наоборот, забыться. Я решил классифицировать библиографию по эсофии по степени близости тех или иных книг к смысловому, мировоззренческому и методологическому ядру по эсофии. И разделил ее, библиографию, ну, библиографию, да, понятно, а не по эсофию, на три условных группы, которые соответствуют интернет-формату. Ну, кстати, на самом деле, я посмотрел список Ильи Храбров, и он хороший. Ну, то есть, нормально, хороший список. Так, книги, друзья, это те книги, которые по эсофии обязательно, 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 зафрендило бы, будь она или они, эти книги, в скобочках, ну, мы же не понимаем, да, к чему это относится, жж-юзерами. Друзья, что такое жж-юзера? Расскажи, поясните мне. Ой, Бонум Сигнум там уже в метафизику уходит, чувствую, постепенно переходит к метафизику. Лекс, может быть, все действительно есть говно. А что такое жж-е? А, живой журнал, окей. Что такое жж-е? Live Journal, окей, все, понял. Все, я знаю этот сайт. Ж-же. Впрочем, не факт, что ей, да, понял, что ей ответили бы взаимностью, ведь так иногда бывает в Ж-же, да и просто в Ж-же. Шутки Храброва за 300. Нейтральные книги – это те, которые так или иначе оказали влияние на поясофию, но френдить которые нет желания. Поясофия – это его учение, да, правильно? То есть это одновременно и поэзия, и София. Мудрость. Мудрость поэзии. Типа, да? Интересно. Кстати, на самом деле, очень интересно. Храбров, если он такой... Наверное, единственная проблема его в том, что он сталинист в итоге будет. Enemy Books – это те книги, которые во многом по своему фундаментальному концепту относятся враждебно к френдам поясофии. Звездочкой помечены книги, которые я занес в ту или иную рубрику, не читая их. Так. А Алекс Миног Бесконечности кто по политическим взглядам? Яудмурт. Я не знаю. Я не знаю. Каждый раз по-новому буду отвечать на этот вопрос. Ладно, кто я по политическим взглядам? Так. Я монархист со склонностью к, не знаю, либертарианским ценностям. Типа, во! Во, как вам такое? Так, Лекс Дизайн, зачем вы описываете меня сейчас? Что это такое? Зачем вы описываете мою политическую позицию? Я православный сатанист, да. Да, да. Александр, вы правда православный сатанист? Да. Вот как-то так работает. Так вот, книжки. Книжки, друзья. А, там, то есть еще враги будут. Окей. Давайте, закон Божий. Мы как? Хорошо, поддерживаем закон Божий? Или не поддерживаем, друзья? Поддерживаем. Митрополит Макарий. Православное догматическое богословие. Кстати, на самом деле, не знаю, я не читал вот эти вот книжки. Закон Божий читал. А православное догматическое богословие, к сожалению, нет. Ничего не могу сказать про митрополита Макария. Может, хороший богословский текст. Освальд Шпенглер. Закат Европы. Честно говоря, я не знаю, как они френдят со сталинизмом. Не знаю, как они френдят непосредственно даже с православием. Ну, допустим, Освальд Шпенглер. Закат Европы. Георг Вильгельм, Фридрих Гегель неожиданно Наука логики, философия духа Феноменология духа История философии, философия истории Философия природы, философия права, философия религии В общем, он все прочитал почти, молодец Вот Маргинал бы так отвечал на вопрос Ну, у Гегеля есть две книги, как бы В ответ Маргинал А вот Храбров гений, Храбров умен Ладно, для сталиниста Гегель, понятно, нужен Хомяков Да ну, Хомяков, ладно Семирамида, наша церковь, ну, Хомяков шуе Эммануил Кант Критика чистого разума, крутая книга Метафические начало естествознания, крутая книга Критика практического разума мне меньше нравится Критика способности суждения еще меньше нравится Пролегамены ко всякой Будущей метафизике, могущей появиться Как наука, хороший текст Диакон Кураев Кураев, кстати, хорош По крайней мере, по выступлениям он хорош Мне нравится Кураев Не то, чтобы я разделяю его взгляды, но он адекватный Поэтому Кураеву мы относимся довольно-таки хорошо Сатанизм для интеллигенции Вот это дерьмище я бы почитал, наверное Я не знаю, по названию это похоже какое-то дерьмо Здесь, наверное, Кураев немножко не так адекватен Но я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю Мне уже по названию кажется какая-то херня Но не читал Но Кураев адекватен обычно Аааа, что происходит? Протестантам о православии Не читал Вызов у каменизма Не читал Ну, Диакон Кураев не знаю Не знаю Он часто придерживается довольно-таки Хороших, адекватных позиций Поэтому, ну Ну, прям вот Плохое что-то про него говорить не будем Но сатанизм для интеллигенции Ну нет Ну Кураев нет Не надо меня пугать, пожалуйста Шеллинг Система трансэдетального идеализма Ну, то есть взял самый идеалистический текст Шеллинга Окей И философия искусства Аааа Натуру философии все пропустили А, есть у него норм книга Что христианство сделало для мира Ну, христианство много чего сделало для мира Очень много Поэтому, ну, бесспорно Здесь очень-очень богатый Богатый материал можно нарыть Карл Ясперс Философская вера Истоки истории и ее цель Ну, философская вера Окей Истоки, ну, нормально, хорошо Хороший философский текст От религиозного мыслителя Августин Блаженный исповедь Отличный текст Один из лучших христианских текстов Записанных вообще за всю историю Рекомендую, тоже рекомендую исповедь Если хотите ознакомиться с христианским мировоззрением В интересной форме Исповедь, исповедь Аристотель Аналитика На первом месте аналитика Какая? Какая из двух? Органон Топика Так 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 А звездочка где? Ты же читал, написал, да? Ты это читал Органон Органон отдельно от аналитики и топики Хмм Что-то здесь не так, друзья Угадайте, что Что аналитика и топика Обе аналитики и топика Входят в органон вообще-то Аристотельевский Вот что здесь не так Давайте я это даже проверю Может быть я чмошник Может быть я ни хера не знаю Сейчас давайте проверим Аристотель Под рукой Аристотель, выходи Где мой Аристотель? Ай, внизу Ну где же еще быть Аристотель? Сейчас, друзья, подойду Аристотель Давай, 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 давай Где? Хотя бы где? Хотя бы где? Ааа Так, я достал две книги Аристотеля из четырех И я надеюсь, одна из них это органон Это физика А, нет, предметы логики Аристотеля Ну давайте посмотрим Давайте посмотрим, какие тексты по логике у Аристотеля все-таки есть И есть ли среди них органон? Ой, смотрите-ка Смотрите Первая аналитика Вторая аналитика Топика О софистических опровержениях Ну то есть Блин Ну зачем? 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 Илья Храбров Зачем вы написали Аристотель? Органон Если вы не очень шарите Я не знаю, шарит он или не шарит в Аристотеле Но здесь косячок такой Заметьте Органон Разные редакции Аристотеля Может, никогда не докажешь Не К Органону Органон это не текст Понимаете, в чем дело Органон это вообще не текст У Аристотеля нет текста Который называется Органон Органон это две аналитики Топика И о софистических опровержениях Я, кстати, раньше по ошибке думал Что туда входят еще и Категории Но категории туда не входят, видимо Ну, неважно Диалоги Все диалоги Платона Мощно Мощно Невероятно мощно Мэн История религии не читал Арнольд Теоретическая арифметика Тоже не читал Шопенгауров Афоризм житейской мудрости Самая худшая книга Шопенгаура Андрей Рашин Да без разницы Писал, не писал Главное, что у нас есть Тексты И есть Маркировка На стриме В споре с Ежи Саша Храбров говорил Что читал Ницше Он там столько рофлов Выдал мое почтение Хотя, казалось бы Зачем врать Ну, смотрите Он у Шопенгаура Любит афоризм Житейской мудрости Это днище Это как бы днище Кириевский Избранные статьи Не читал Но мне не нравятся Русские мыслители Достоевский Братья Карамазовы Окей Преступление и наказание Окей Речь о Пушкине Полное фуфло Ну, вот вообще Это отвратительный текст О Пушкине Просто тупо Не знаю Поклонение идолу Отвратительно Одна из худших работ Достоевского Наверное за всю историю И Это большой пиар Пушкина В данном случае Незаслуженный Потому что ему Очень много хвалы Отдается Слишком много хвалы Почему афоризм и днище? Потому что Худший текст Артура Шопенгаура У него все тексты Лучше Это самый слабый текст Который можно было привести Как дружественный Ну, понятно Что Не знаю В мире как воле И представлении Ну, наверное Там высказаны идеи Которые Ну, не очень хорошо Соотносятся с идеями Храброва Поэтому Хотя С другой стороны Я не понимаю Как афоризм И житейской мудрости Соотносится с идеями Храброва Ладно Ну, допустим 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 Да Я сам Мало читал Афоризм и житейской мудрости Они мне не интересны Блядь Что за хуйня Русский язык Придумал Пушкин Лол Что? Шуе, ребят Кто может придумать Русский язык? Один человек Придумал язык Вы сумасшедшие, ребят? Вы сумасшедшие? Он букву Ее, может быть, придумал И придумал Некоторые трюки И в итоге Сформулировал до конца Некоторые, в общем-то Аспекты русского языка Если вы посмотрите На писателей И поэтов До Пушкина Вы поймете Что не он Придумал русский язык Мир, как воля И представление Лучше и серьезно Это самый фундаментальный Текст Артура Шопенгауэра Александра Александра Это самый крутой текст Это самый большой текст Самый полный И в нем выражается Позиция автора Наиболее систематичным И, ну, лучшим образом Афоризмы Ну, это реально Цитаты волка А когда будет битва С осьминогом и пауком Когда будет битва Завтра в 21.00 Будет Относительно того Что русский придумал Русский придумал русский язык Кстати, даже русские Не придумали русский язык Поэтому тоже Отключаем Но Пушкин 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 Он не придумывал русский язык Если вы поруетесь Вообще в информации Что реально сделал Пушкин Он провел Достаточно большую Филологическую работу Конечно же Но точно не придумывал Русский язык Там такие вот мелочи По мелочам Что-то отшлифовал Штили Перестал применять Так, как это делалось Раньше В поэзии Не знаю Начал писать По преимуществу Ну, таким обычным стилем И так далее И так далее И так далее То есть Пушкин Говорит, что он придумал Русский язык Это как раз следствие Той догматизации Навязывания Пушкина В школах В университетах Вот речь Пушкина Она в принципе Тоже о том же Это преувеличение Преувеличение Значения Пушкина Хотя Пушкин нормальный Я не то чтобы Плохо его оцениваю Он крутой Он силен Он силен Как поэт он плох Но вообще Филологически И для русской культуры Он силен Это чуть ли не Действительно Такой фундамент Во многом Русской культуры Но Ну нахер Его вот Переувеличивать Там не знаю Наше все Солнце Великий самый Поэт Писатель Вообще Все Все Лексадов Ты в качалку ходишь? Нет У меня и так мышцы растут Афоризмы Топ Шопенгауэр Воняет О всем на свете А рыцарской Воняет А в этом и есть проблема Что он действительно там воняет Ладно Продолжаем дальше Гёте Фауст Клевая книга Теория цветов Кстати Относительно Фауста Я согласен Теория цветов Я кстати наверное У Гёте Выделил бы Именно эти тексты Тоже Как ни странно Ну например Страдания Вертера Ну это такое Честно говоря Это такое Я бы читать не советовал Себе Я бы себе это читать не советовал Да А Фауст Топ Теория цветов Ну хорошая Секс Но правда Нахера он здесь нужен Как теория цветов Соответствует Идеям Храброва Там же про теорию цветов Это ж физика Это ж естество знания Сейчас что происходит Что ты делаешь Илья Я храбров Сорокин Социальная мобильность А Петерим Сорокин Окей Петерим Сорокин Социальная мобильность Да Было бы странно Если бы Писатель Сорокин Написал текст По социологии Социальную мобильность Вот это бы я прочитал Социальная мобильность Говна Например Это было бы шикарно Но Петерим Сорокин Стоп Хороший текст Обратная сторона Меланхолии Артура Это традиционализм Может быть Может быть Шафаревич русофобия Если этот мудак вёл термин русофобия Ну вот он мудак, он дебил Умственно отсталый чёрт Если нет, но если он разбирает термин русофобия С отрицательных позиций Что на самом деле никто не боится русских То есть сам термин не является адекватным Фобоса нет вот этого вот Есть русо Русо туриста Фобия офигня Кто боится русских вообще Кроме самих русских Флоринский, окей Столб и утверждение истины Анализ пространственности и времени В художественных изобразительных произведениях Ну я это бы и не стал читать Тему мне не нравится Сколько задонатить на аниме Столько, сколько оно идёт Но мы будем смотреть его Александр Тогда в конце стрима Ну в общем-то на гудгейме Ты ещё так про гомофобию скажи Джон Дой Я бы мог так сказать про гомофобию Но на ресурсах запрещено А кто-нибудь читал вообще Ганса Блюхера Нет, к сожалению Его не переведи Вот потому что не перевели Дугин говорил, что у него интересная Гомосексуальная философия Но надо почитать Надо почитать Кто лучший поэт по-вашему Я думаю, что Маяковский Я не думаю, что можно найти хорошего Лучшего поэта Самого лучшего Какие-то топы составлять поэтов Клёвых очень много Ну не знаю Гёте, Шиллер Из немцев Тракль Мне очень сильно нравится Из русских Мне мало кто нравится Ну допустим Драгомощенко Входит в мой топ Русских писателей Поэтов Кто из них лучший Ну в разных областях В разных направлениях Поэзии Кто-то из них В чём-то лучше Получается У каждого Своё направление Которое он развивал Чучев сильнейший Из русских Не, не считаю Бродский нравится Нет К сожалению, нет Не самый худший Русский поэт Но Не самый лучший Ну такой Такой Тем более Те стихи, которые у него Обычно Вот мелькают перед людьми Перед глазами людей Но это вообще Какая-то ваниль Чаще всего Башлачёва не читал К сожалению А, это музыкант Я его слушал даже Вроде норм Башлачёв Уже не помню Рудковский Коринский Избранные труды Русских логиков Не читал Проект Россия Не читал Гоффман Кори и Теория Относительности Тоже не читал Иоанн Златоуст Толкования на Евангелии Не читал Дугин Русская вещь Это хуйта Полная Это для дегенератов Для умственно отсталых Дебилов Текст Это тупо Националистическая дрянь Это гадость Это худший текст Дугина Который я видел И после этого Я больше не читаю Дугина В принципе Это текст Умственно отсталого Националиста Как бы А к Евгению Головину Я не знаю кто это Я слышал это имя Может быть Если вы группу подскажете Или что-то такое Я узнаю Блин Русская вещь Русская вещь Это самый банальный Национальный текст Вообще Из всех Который только может быть Блин Это тупо Не знаю Это как Смешать Соловьева Какого-нибудь Не знаю Бердяева И прочих дегенератов Русских И в общем Получится русская вещь Достоевского Туда же Говна налить Все самые тупые Националистические идеи Достоевского Все самые тупые Националистические Вот эти религиозные идеи Вот всех вот этих вот Русских авторов И вот получается Русская вещь А такая выдержка Русского дерьма Самого худшего Что сделали русские За всю историю Вот Вот этот Текст Мне очень не нравится Русская вещь Отвратительные тексты Вот прям худший Из худших Дугина Наамахия получше Хотя она тоже Мне кажется Скучноватая Но я бы Наамахию Сюда поставил Русская вещь Отвратительная Артемий Лебедев Окей Колдовство Не читал Набоков Притом Какие-то интересные Тексты Которые я тоже Не читал Дар защита Лужина Ну я бы О них слышал Изобретение вальса Ну А почему не Лолита Лолиту я читал Понимаете Притом Насколько я понимаю Сам Илья Ну Храбров Позитивно Должен относиться К Лолите Он же Любит маленьких девочек Насколько я помню Оруэл Оруэл Окей Очень Очень логично Для сталиниста В топ Своих любимых книг Которые импонируют Его идеям Ставить Оруэла Окей Окей Очень логично Очень последовательно Но текст Неплохой Андреев Красный Смех Дневник Сатаны Не читал Никодим Светогорцев Не читал Всю христианскую Русскую литературу Я не читал Определенно Россия Не Америка Почему Америка Наступает Не читал Булгаков Мастер Маргарита Средний текст Хороший Терпимый Известно Что масса земли Неизбежно растет Из-за жизнедеятельности Организмов На земле Высота почвы Постоянно поднимается Вывод Все состоит из говна Отныне я вожу В философию Новый элемент Говно Лекс А вы уверены Что масса земли Неизбежно растет? Вопрос к вам такой Я просто не знаю Саймак Браса Талисмана Не читал А вот фихта Вот это тоже Дегенератский текст фихты Худший из худших Текстов фихты У паука Мастер и Маргарита Любимая книга Ну не повезло Не повезло Пауку Честно говоря Ну В контексте Литературы Мне например Больше всего Фауст нравится Мастер и Маргарита Это блеклая тень Фауста С любовной темой С Иисусом Христом Понтием Пилатом Там самое интересное Это демоны И все что происходит С демонами Притом непосредственно Сам Воланд По сравнению С Мефистофелем У Фаусти Ну это чмошник Это лох Это худший Мефистофель Наверное за всю историю Худший дьявол Ну может быть не худший Дьявол за всю историю Но он довольно слабый Мы просто не можем Ставить Воланда Ни в какое сравнение С Мефистофелем И с Фауста Две вообще Разные величины Это при том Что в данном тексте Все держится на демонах Все вот эти вот демоны Там не знаю Кот-бегемот Азазель И прочее Вот они топ Они хороши Они держат сюжет Не знаю Начало очень сильное Если бы Мастер и Маргарита Весь был выдержан В общем-то Если бы Мастер и Маргарита Был написан Весь в духе Вот первых страниц романа Когда непосредственно Отрубается голова Как там Кому там отрубается голова Я уже забыл Ну неважно Короче Да-да-да Троллейбус Когда отрубает голову Вот это было клево Беседа о Канте Прикольная Знаете Какие-то интересные Очень-то моменты Отсылки Мне в принципе Понравился Вот Мастер и Маргарита Если бы он Выполнил На том же уровне Что и самое начало Этого текста Все было бы вообще Безукоризненно Я бы такой Булгаков Вы гений А так нет А так к сожалению Нет Хотелось бы Но нет В итоге Очень много Таких вот Очень низко Спускающихся Моментов Какая-то ванильная Хрень Связанная с мастером Маргаритой С Маргаритой Ведьмой Ты знаете Это Там по уровню Больше похоже По уровню сюжета Не знаю На Сабрину Маленькую ведьму Какую-то Например Я не знаю Видели недавно Переиздание сериала Выше Сабрина Маленькая ведьма Ну вот Это почти Маргарита Как бы Здравствуйте Саймак Браса Талисмана Не читал Фихта Ясное как солнце Сообщение Широкой публике О подлинной сущности Новейшей философии А нет Окей Это текст хороший Я думал Там будет обращение К немецкой нации Или что-то вроде такого Там у него есть Националистические тексты Фихта Мне не нравится Как кому Берлиозу Да Берлиозу Там кстати Отсылка к творчеству Композитора Берлиоза Да Который в симфоне Свою персонажу Голову отрезал Так тоже Там тоже Провень было Ну Я не говорю Что это очень плохой текст Но вот первые Первые страницы Они сильны Они очень сильны И они пропитаны Отчасти философией И там Волан проявляет себя Не как самый глупый персонаж А потом начинается скатывание По-моему Вот по-моему Как-то это так выглядит Так Аноре де Бальзак Ну давайте так Основа общего научения Это хороший текст Сэффекта Ну вполне Вполне поддерживаю Этот выбор Бальзак Шангленевая кожа Хороший текст Я его Не помню уже Как он там выглядит Но он вроде хороший Я его читал Давно В поисках Абсолюта Не читал Слово о балку Игореве Ну такое себе Елизаров Пастернак Читать Про Пастернак От кого-то другого Еще Нет Честер А так Мы еще пропустили Хемингуэй Старик и море Допустим Честертон Ортодоксия Не читал Экзюпери Маленький принц Кстати Гениальный текст Если отбросить В общем-то Ванильную Фабулу У нас останется Множество Интересных Философских Замечаний Знаете Например Алиса В стране чудес Невероятный текст С точки зрения Насыщенности И Маленький принц Это тоже Крайне насыщенный Текст Как ни странно Как ни странно Ну это очень сильный Текст Даже с точки зрения Некой такой Литературной философии Не знаю Ко да Не знаю Ко тоже Марк Твен Приключения Геккельберри Финна Я читал это в детстве Мне тупо не понравилось Американские приключения Вот этих обычных пацанов Тома Сойера Геккельберри Финна Легче на улицу Выйти погулять Чем читать Это херни Ну мне показалось В детстве так Сейчас я уже не помню Что там Толстой Война и мир Это скука Дичайшая скука Носов Незнайка И Незнайка на луне Наверное хороший текст Да Я читал Хорошие тексты В детстве Мне нравились Ну собственно Что я могу сказать Во взрослом Уже В возрасте Переслушивал Буквально 15 минут На стриме Зачитывание Гоблина И все Нилус На берегу Божьей реки Не читал Не знайка Это реконструкция Философии Сократа Ничего не знаю Но много говорю Ничего не знаю Но много говорю Вот это про Сократа Да Зайцев Преподобный Сергий Радонежский Не читал Афон не читал Беркли Трактат о принципах Человеческого знания Кстати Беркли топовый текст Беркли вообще топ Гоголь Мертвые души Топ Тарас Бульба Не нравится Портрет Не читал Мертвые души Один из самых топовых текстов Вообще за всю историю Русской литературы Попробуй переубедить Нет Там реально круто Проработанные персонажи Хороший сюжет Интересный сюжет Просто понимаете Что там обычно В русской литературе Не знаю Обломов Лежит на диване До него все докапываются Окей Громадный вот такой вот текст Там не знаю Война и мир Про войну и мир Балы Война Окей Как бы Вот столько Вот столько страниц Окей Хорошо Мертвые души топ Там и персонажи Очень яркие Даже во многом Знаете Такие Гротескные Но этот гротеск Он идет Данному Произведению Он делает его Симпатичнее Более запоминающимся До сих пор Просто вспоминаются Те образы Из мертвых душ А Гоголь Да я считаю На западе Недооценен Это наверное Один из лучших Русских писателей Обломов Кстати Одно из любимых Шиху Анатолия Ну Обломов Мне кажется Очень скучно написан Я пытался его прочитать Я тупо не смог Ну Просто Понимаете Я когда вижу Что текст написан Такой В стандартной традиции Русских писателей Когда там Размашисто Долго И ты сидишь И ты думаешь Блин Как это долго Я люблю Быстрый темп повествования У Гоголя Он иногда есть Он иногда есть Также У Чехова Часто такой Быстрый темп повествования А вот Мертвые души Мертвые души Да Короткое Короткое Хорошее Интересное И главное Незаконченное Лебедев Опять Артемий Лебедев Артемий Лебедев Да и тем более Зачем дискредитировать Нигилизм Нигилизм это клево Лебедев не читал Шестов Киркегард И эксенциальная философия Так Лев Шестов А получается Лев Шестов Друзья Вы не напомните мне Лев Шестов Жил до Достоевского Или после Наверное после Да Я здесь не помню Просто если Шестов выпустил текст Киркегард И эксенциальная философия Намет Да нет После После Просто мне Философия Достоевского Ну то что выводят В виде философии Достоевского Мне очень сильно напоминает Философию Киркегора И если в России был текст, посвященный Киркегору до Достоевского, ну не совсем уж до Достоевского, а во времена Достоевского, то это уже очень тоже интересно. Грышковец, как я сел собаку, не знаю. История разделения церквей, не знаю, не читал. Жизнь 12-ти Цезаря, не читал. Чехов, Спор, кстати, я тоже не читал, к сожалению. Розенталь, современный русский язык, да, ну, эту дрянь я читал. Это скучно. Ну, не то чтобы дрянь, но это скучно читать. Стенограммы, записи, бесед, проненков с А. Богословым. А, пранкеров с А. Богомоловым. Окей. Это сильно специальная литература, на мой взгляд. До такого уровня я еще не поднимался. Иоанн Петербургский, битва за Россию. Опять текст про Пушкина от Абрамовича. Борисов, история спецслужб. Гроссман о Достоевском. А. Г. Достоевское воспоминание. А их оба... Ну, понятно, все это не читал. Текст Лосского о Достоевском. Почти все писали о Достоевском. Не люблю тексты о Достоевском. Философские, нафиг надо. Дворкин. Столяров, свобода воли, как проблемы европейского морального сознания от Гомера до Лютера не читал, но звучит хорошо. Толкин, Властелин колец, отличная группа текстов. Да, это действительно список пропаганды. Здесь очень много пропагандистского такого материала. Хоббит туда и обратно. Кстати, Хоббит туда и обратно мне нравится больше Властелина колец. Ну, это круто. Хоббит крутой. Хоббит невероятно крутой. И очень вместительный, самое главное. В Хоббита можно уместить очень много сюжетов. Фома Аквинский. Учение о Душе читал. Хорошо. Антологии фрагментов и сумма теологии. А чего же не вся сумма теологии, а? 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 Почему не вся? Учение о Душе читал. Это там, где он просто обращается к Аристотелю через слово философ с большой буквы. Медведев, Хомяков. Идея будущего. И как вернуть Россию на национальный путь. Плевать вообще. Нейтральные книги. Нейтральные книги. А вот здесь, здесь хороший список начинается. То есть, вот здесь было много таких книг, которые я вообще бы никогда читать не стал. Хотя половину я и так или иначе, видимо, прочитал. И многие книги мне понравились. Кстати, у Храброва довольно-таки приличный вкус. Судя по всему. Гумилев. Этногенез и биосферы Земли читал. Нормально. Для русского мыслителя прям вообще. Ну, наверное, вышка. Сартер. Бытие и ничто. Опыт феминологической антологии. Экзоциализм и гуманизм. Экзоциализм и гуманизм в херня. Удаляем. Это позор. Это позор Сартра. Это то, за что следует как бы это. Налупить Жан-Поля Сартра непосредственно. Бытие и ничто. Опыт феминологической антологии. Отличнейший текст. Хороший философский полноценный текст. Никаких проблем с ним у меня нет. Ну, то есть, никаких претензий. Что написано, то и получено в итоге. Опыт феминологии. Да, действительно. Хайдеггер. Бытие и время. Да. Читаем. Что такое метафизика? Да, один из основных текстов Хайдегера. Читаем. О сущности истины. Тоже читаем. Все правильно. Ну, основы, с которыми можно ознакомиться по Хайдегеру. Вот они. Аристотель метафизика. А метафизика улетела. А вот органон, который мы неправильно определили как отдельный текст, остался. А что метафизика Аристотеля? Только делает это нейтральный текст. Аристотель там не обсирает христианство, типа. Сеника. Нравственные письма Луцию. Ну, херня. Скучно. Вот Шопенгауэр как мир, как воля и представление. Просто я не понимаю, что просто вот в списке позитивных книг, к которым Храбров относится позитивно, делает... Как эта херня называется? Цитаты Волка Шопенгауэра эти замечательные. Маркс Капитал. О, нейтральные книги. Видите? Вот они, нейтральные книги. То есть это еще... Это нейтральные книги, не лучшие. Лем, Сумма технологий. Евклид, Начало. Отлично, отлично. Гуссерль весь, почти. Все основные тексты Гуссерля просто окей. Окей. Витгенштейн. Логика-философский трактат? Серьезно? Серьезно? Витгенштейна? Именно логика-философский трактат? Ну, у Витгенштейна мне больше нравятся философские исследования. Там просто к нему не прикопаешься. Логика-философский трактата, там просто идешь... Тум, 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 тум. И каждый тейк это как, в общем-то, удар по лицу, и ты думаешь, что делать? Что у нас за вопросы? Нейтральные это, которые повлияли, но во Френды их бы не добавили. Да, именно, это они. Он бы не добавил во Френды метафизику Аристотеля. Мухин. Как православию встать с колен? Осьминог. Как правильно дружить? Берешь ручку, так, опа. А потом другой, опа. Привет, друг, привет. И все. И не понтоваться на друга. Бэкон. Новый органон. Окей. Фрэнсис Бэкон. Видите, эмпиризм, да, на позицию ниже. Логики Аристотеля. Хотя это понятно. Для христиан так, скорее всего, и должно быть. Ну, таких для более-менее последовательных. Стокер. Скорбь сатаны. Не читал. Брэмстокер. Это Брэмстокер. Это Брэмстокер, да, это писатель. Скорбь сатаны. Я даже про Дракулу не читал. Фильмы смотрел только. Шкаловский. Разум. Жизнь и вселенная. Что-то уже не нравится. Уже по названию не нравится как-то. Не знаю. Не читал. Не буду высказываться. Коран. Охеренная книга. Лучшая из лучших. Это... Она должна возглавлять топы всех книг. Махабхарат. Это вторая по крутости книга. Александр Садыков. С женщиной дружить надо не так. Они не любят, когда вот так вот за руку с ними здороваешься. С ними просто... Привет. Все. Этого хватит. Они уже с тобой дрожат. Солжениц. Ого-го. Ой-ой-ой. Он точно сталинист, друзья? Слушайте. Он занес в нейтральные книги Карла Маркса. И в нейтральных книгах Солжениц, Нархипелаг, Гулаг. Внезапно. Появился. Бергсон. Философия длительности, кстати, я не читал. Я не могу это прочитать, простите. Неускорительная физика элементарных частиц. Но я не знаю, что это здесь делает. Ну, окей. Ну, окей. Окей. Бодрияр. Критика политической экономики знака общества потребления. Ну, общество потребления, как же, да. Любой марксист должен прочитать эту книгу определенно. Ну, мне нравится, да. Это действительно так. Марксистам было бы хорошо ее прочитать. Они любят критиковать общество потребления, капитализм. И Бодрияр здесь им очень сильно помогает. Леопольд фон Захер Мазох. Венера в мехах. Так, ребята, он точно православный? Что происходит? А Толкин Сильмариллион почему выпал? Стоп. Стоп, стоп, стоп. Почему в списке нейтральных позитивных текстов не находится Сильмариллион, а все другие тексты Толкина находятся? Я не знаю, почему. Ребят, что происходит? Хм, ладно. Рикерт, философия жизни, окей. Аркадий Борис Стругацкий. Ну, Стругацких я не читал, к сожалению. Ну, наверное, нормально. Наверное, хорошие писатели. Ничего плохого про них сказать не могу. Венера в мехах. Это настольная книга любого Куколда. Хорошо, я ее даже не читал. Так, Спиноза. Краткий трактат о Боге, человеке и его блаженстве. Вот этот я текст не читал, но этику я читал. Этика это то, с чем действительно нужно ознакомиться, друзья. Если вы ознакомитесь с философией, это хороший показательный пример того, какой философия может быть. Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. Действительно, тоже хороший текст, советую. Он не очень похож на экономику. Он больше похож на философское произведение, на тему социальной философии или там экономической философии. Льюис Кэррол. Алиса в Стране Чудес. Алиса в Зеркале отличнейшие тексты прозаические, которые я всем, наверное, тоже бы порекомендовал. Хороший. Кандинский о духовном искусстве. Не читал, не буду. Гуляковский. Чужие пространства не читал, не буду. Конфуции. Беседы и высказывания. Как это называется-то на китайском? Сейчас. Я забыл, как называется на китайском. Это конфуции, беседы и высказывания. Люнь Юй вроде. Да, я знаю, что мазох это человек, в честь которого, мазох или не знаю, в честь которого назвали мазохизм. Брэдбери тоже в нейтральной. Брэдбери нейтральные. Окей, хорошо. Сологуб. Мелкий бес. Не читал, не читал, не читал, не читал, не читал. Читал, годно читаем. Чедаев, дегенерат, не читаем. Ну, мне не нравится Чедаев. Прям вот. Петр, простите. Петр, 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 простите, но вы дурак. Шутка. Ну, может быть, не совсем дурак для России того времени, но то, что он писал, совершенно неинтересно. На фоне философии Запада, которая была в то же самое время. Ну, рассуждение о том, какая бедная Россия, брошенная, там, не знаю, народ без рода, там, потерявший, там все. Ну, да, можно вернуться, можно найти свой новый, другой, замечательный путь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Чедаев. Нет, не нравится. Перелиман, занимательная арифметика, нет, не читал. Не буду говорить, что мне не нравится, не читал. Паркинсон, законы Паркинсона. Что? Ну, Паркинсон это ученый, да, известный. И он написал книгу «Законы Паркинсона» в честь себя? Или это его дети, может быть, ребенок, предок? Блин, слушайте, это странно. Просто обычно ученые, они не называют явление в честь себя. А обычно бывает так, ну, кто-то открыл какое-то явление, а потом другие ученые в честь него это явление так и называют. А тут что-то пошло по-другому плану, видимо. Мерфи, законы Мерфи, что? Кто? Это не книги, может быть. Это может быть теория. С теориями надо ознакомиться Паркинсона, законами Паркинсона и законами Мерфи? Я не знаю. Стойте. Ну, может быть, я дурак, конечно. Законы Мерфи, давайте. Если их написал сам Мерфи? Нет, ну просто книжки так обычно не называются. Нет, нету этого текста вроде. Просто книжки так обычно ученые не называют. Это очень странно, это очень пафосно было бы. А все, что может пойти не так, пойдет не так. Ого, вот с чем мы бы должны были познакомиться, видимо, да? А текст есть? Вот есть блох А, закон Мерфи. Эдди Мерфи, может быть. Я не знаю, что происходит. Да давайте Паркинсон, законы Паркинсона. Паркинсон. Паркинсон, окей. Это тот самый Паркинсон, во-первых. Давайте проверим. Паркинсон, правильно написали. Значит, это тот самый. Болезнь Паркинсона, болезнь Паркинсона. Нам нужен сам Паркинсон. Эй. С.И. Ща, нароем. Да это про книги было, я просто реально не... Ты чё, серьёзно? Фу, законы Паркинсона, окей. Законы Паркинсона Эмпирические законы Но это не текст Это не текст Это статья из Википедии Но законы есть, а литература какая? Паркинсон Закон Паркинсона и другие памфлеты Окей, хорошо, ладно, с законами Паркинсона Или нет, стоп Это сборники Все, все, мы поняли, это не он сам назвал Нет, это не сам Храбров плевать Храбров сейчас даже не ошибся, наверное Есть книжки, то есть сборники, смотрите Сборник, сборник законы Паркинсона То есть ученые после смерти Паркинсона Собрали его тексты и назвали их Законы Паркинсона Все, логически мы все составили То есть понятно, все, теперь мы поняли Как это генеалогически все происходило Друзья, видите, мы разгадали еще одну загадку Все, к Храброву никаких претензий здесь нет А вот по отношению к Мерфи Не знаю, не знаю, мы не решили А Храбров здесь, ну, прав, да Он действительно, видимо, читал текст Паркинсона Законы Паркинсона Это был сборник работ вот этого самого ученого Все хорошо Критасара не читал Калимана не читал Грейвс, мифы Древней Греции читал Хороший текст, рекомендую всем Ницше, рождение трагедии с духом музыки Не лучший текст Ницше Ну, мне не очень нравится, но окей Джемс Поток сознания, мышления, воля, психология, личности Кстати, мало читал Я что-то у Джемса читал, но такое Мне не зашло Поэтому я не очень хорошо знаком с этим мыслителем Вообще, с американскими я плохо знаком Ивин Логика для гуманитарных факультетов Не читал Кант Всеобщая естественная история теории неба Ну окей, да, давайте будем читать тексты Естествоиспытателей Даже Эммануила Канта, который был вообще-то естествоиспытателем До того, как стал философом Ну, довольно странно Довольно странный совет Это устаревший научный текст Который, ну, не знаю, зачем читать сейчас Я не знаю, Олег, зачем здесь почти все половины текстов Шеллер и Сентимент Хотя нет, не все тексты Очень много хороших текстов Ну, то есть, мы можем сказать, что у Храброва Отличный философский вкус Литературный То есть, отвратительного дерьма здесь очень мало Ладно, Бердяев Бердяева вижу Фу, Бердяев, уходи Бердяев, уходи Пошел вон Что ты тут делаешь? Дильтей Энциклопедия Современная эзотерия Именно это То есть, Дильтей Серьезно? Окей Ну, просто я не знаю, почему именно этот текст зацепил Храброва Но, допустим Камю посторонний, нормальная проза Бердяева Пошел вон Пошел вон отсюда, пес Ты к философии не должен иметь никакого отношения Не люблю Бердяева Вот, я недавно его перечитывать начал Мне очень не понравилось Чуть не сдох Радища в путешествии с Петербурга в Москву не читал Я пытался начать читать, было скучно Ерофеев Москва-петушки Не читал Записки психопата Не читал Кизи Пролетая на гнездном кукушке Не читал Куэльи Дьявол И Синьорита Прим Даже не читал Даже не слышал об этом тексте Паула Каэльи Братья Вайнеры Евангелие от Палача Не читал Щедровицкий В поисках формы Если это тот самый русский Основатель методологического кружка Щедровицкий Это вроде бы он Или может быть его сын Но если это отец Его тексты я рекомендую почитать Если вы уже неплохо разбираетесь в философии Это хороший зрелый мыслитель Такого вот методологического толка Это очень мощный Щедровицкий очень мощный автор Правда не всякий его сможет понять Даже я далеко не все у него понимаю Но он хороший Он хороший Он интересный Давид Юм Хорошо Я тоже не понимаю Что там делает Паула Каэльи Уинстон Черчилль Вторая мировая война Не читал Не знаю Циолковский Грёзы о земле и небе А чё не Фёдоров? А чё не Фёдоров-то? Ты же христианин А чё не Фёдоров? Не понял одна Ну Циолковский шуе во многом Почитайте Циолковского И поймите что он шуе немножко Так же как и Фёдоров Как ни странно Космисты были немножко шуе Уинстон Черчилль Да, читали Германова логика Не читали Дорида кроме имени Очень странный текст Дориды В поисках формы Это когда активировано 24 функции Вообще-то аборт 24 Джордж Орер Не читал популярную физику Ходорковский Не читал все его тексты Хосе, Артега и Гассет Дегуманизацию искусства Так, а восстания масса нет Про этого, как там его зовут Про домки хода у него текст хороший Про камень хороший текст Эти я два не читал Поэтому не могу их как-то вот обозначить Но это даже не главные тексты Гассета Ну окей, допустим, хорошо Хорошо, никаких претензий Потому что я не читал эти тексты Может они действительно лучше Словарь иностранных языков Enemy books, друзья Друзья Почему на Твиче никто не смотрит? Меня на Твиче обычно никто и не смотрит У меня потому что там народа нет Ну вообще все люди, которые есть на Твиче И на Ютубе Они меня на Ютубе просто обычно смотрят Ну что, друзья? Ну нет, просто выбор странный Понимаете, в чем проблема? Тут очень много текстов Которые не являются как бы основными Ну, например, у Дориды, кроме имени Это, ну, не самый основной текст Странно, что его выбрали Просто именно странный выбор Из текстов Дориды Их даже может, в принципе, не читать Вражеские книги Вот они Карл Маркс Ребят, он не сталинист Вы знаете об этом? Он не может быть сталинистом, друзья Не знаю Он Маркса не любит У Манифест коммунистической партии ему не нравится Это вражеская книга Чарльз Дарвин Происхождение видов Тоже вражеская книга Блаватская Тайная доктрина Ленин для него Вражеские книги, друзья Ну, блин Кстати, Чарльз Дарвин Происхождение видов Тоже хороший текст Очень похож, кстати, на философский Он мог постараться Делить философию от художки Согласен Здесь слишком много Карл Поппер назвал работу Ленина Материализм и империзм Хорошей работой Теософию хейтит подло Падло Я не понимаю, что вообще происходит, друзья Что здесь происходит Какой он сталинист? Он не сталинист, наверное Это очень странно, друзья Ну, то есть Империализм как высшая стадия капитализма Ему не нравится Материализм и империокритицизм Я не считаю Ленина философом Но это сильные работы Это Enemy Books, друзья Храбров Enemy Books Вот они Вот они, понимаете? Вот они На Карле Марксе намотаны все Манифест коммунистической партии Ленин Он точно сталинист? Друзья, он точно сталинист? Энгельс Людвиг Фейербах И конец немецкой классической философии Диалектика природы И антидьюринг Диалектику природы И антидьюринг я читал Как тебе Ленин? Я не считаю его философом, во-первых Но он хороший политический деятель Который преобразовал отчасти учения Маркса А список Храброва Ну, он довольно странный Я не понимаю Ну, ладно Понимаете? Тут, наверное, видимо, это связано с тем Что Храброву нужно объединять православие Непротиворечиво с коммунизмом Чтобы объединить православие с коммунизмом Нужно каким-то образом, знаете Избавиться, как минимум, от диалектики природы Фридриха Энгельса Потому что там опровергается и идеалистическая философия В том числе И антидьюринга Хотя нет, в диалектике природы вроде нет, не опровергается Я уже забываю все У меня Энгельс смешался весь Антидьюринг, там опровергается и идеалистическая философия Конечно же, конечно же Антидьюринг, ну, не может быть тем текстом Который должен быть для Храброва основополагающим Может быть даже вражеским Хорошо, это логически можно объяснить Это последовательно Нет, это Храбров Это Храбров, наверное Блин, ну странно Это очень странно Но Ленин-то, Ленин, ладно Ленин-атеист Хорошо, Ленин-атеист Он против религии Может, поэтому он здесь Но разве Сталин был за религией? Что? Кто? Куда? Ладно Рудольф Штейнер Загадки философии Не читал Карл Поппер Что такое диалектика? Ну, понятное дело Карл Поппер херово описал, что такое диалектика Поэтому это Enemy Books Книжка противника Засчитана Рерих Живая этика Письма Елены Рерих Не читал Ксензюк Причем, заметьте Заметьте, что Архипелаг и ГУЛАГ Были в дружеских книгах Я не понимаю, что происходит Государь здесь почему-то Ксензюка не читал Монтескио Читал Ну, и читал Актопус Вы говорили, вам модеры на Твиче понадобятся после прихода к Марго Я вас уже полгода смотрю Могу на Твиче модерировать Банить запрещенные слова Хм А давайте попробуем Давайте тогда попробуем Как дать человеку модерку Сейчас узнаем, как давать модерку вообще На Твиче Никогда не давал Никогда никому не давал модерку Давайте попробуем Уважаемые, напишите, пожалуйста, еще разочек в чате Твича А, вот, вижу И что? Как? Сейчас будем попробовать что-то делать Все, вижу Окей Окей Добавить друзья могу Я не знаю, зачем я могу добавить друзья А модерку как дать? Эй Эй Дай ему модерку Дай ему модерку Эй Добавить друзья Добавить друзья Сейчас Ну допустим Мы добавим его Друзья Окей Давайте Не знаю Скопировать адрес ссылки Чат Ад Хм Очень и очень интересно Давать модерку Ребят Как дать модерку человеку? Да Гитлер рядом с Ницше Почему бы и нет? Александр Что думаете о скорочтении? Есть вопрос Чего начать изучать философию Габзавра и Людмилы? Не знаю Я их вообще не знаю Скорочтение прикольная фишка Если особенно у вас получается Если это мешает вам читать Лучше не надо Сейчас друзья Поищем немножко модерку Дадим как раз человеку Который собирается Видимо это Просто тупо сидеть в пустом чате Я не знаю У меня Твич почему-то Ну вообще не набирается нигде Эй Блин Как я туплю обычно на канале У себя Сейчас Сейчас Все сделаю друзья Ну так что Там Сорокин да Не нравится Я вижу Все ему Ладно Давайте потом Давайте потом Просто сейчас В сообщение себе Отправлю Того кого нужно сделать Непосредственно Друзья Давайте потом Где оно там было Мод Мод Что Куда Что На что жать вообще Что делать Ладно друзья А команду В чате Твича Нужно прописать С неймом Написать А понял Блять То есть реально То есть реально Так работает Факин щит Так Ща Про это И ник И ник нужен да Так Ник Внес И теперь Копирую С пробелами Правильно Это очень странно Друзья С пробелами Или без С пробелами Или без Вопрос Лонсдалец С пробелами Или без Без пробелов Понял Так и сделал Поехали И че И че И че Все получилось Или нет Так Так Что случилось Кажись нет Друзья Магии Не произошло Че не так Лонсдалец Что произошло Что не так Я че то не так Сделал Копировать Ребят Да Впервые В жизни Александр Шадов Добавляет Человек В модератор Кутвича Магия 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 Не происходит Ни в коем случае Кажись нет А перед мод Ничего не должно Быть В смысле Стоп Я не понимаю Так А Понял Команда Вводится Через Вот эту Херню Потом А Понял Начина А все Я вижу Команды Майн гад Ничего себе Все друзья Я понял Как это делается Нихера себе У вас здесь Программирование А Программирование Просто Невероятное А Лонсдалец Вообще хочет Чтобы мы его Ввели Непосредственно Тоже модератором Ну давайте Вы тоже будете Модератором И давайте Назначим еще Другого человека Модератором Ну все друзья У нас два модератора Теперь будет Два человека Которые будут Банить сообщения Друг друга Как вам так друзья Как вам такая фишка Они будут просто Банить сообщения Друг друга Ну спасибо Если вы будете Мне помогать Я буду очень Очень вам благодарен Все Назначил двух людей Модераторами Продолжаем Продолжаем Разбирать Список Храброва Толстой Воскресенье Тоже ему Не нравится Макиавелли Государ Государ Ему не нравится Что Что с Храбровым Не так Друзья Что с Храбровым Не так Сатанинская Библия Окей Понятно Почему Голубое Сало Тоже Понятно Почему Это вам Спасибо Спасибо За предложение Если вы будете Что-то при этом Делать С модеркой Будете Кого-то Там Банить Банить Наверное Не надо Сильно Нужно Было Сидеть На канале Твича Там Конкуренция Меньше Были бы Фиолетовые Тогда Цунадо Гитлер Майнкампф Не одобряем Но Хороший Текст Ну В смысле Поучительно Ремарк Ну Здесь Написано Что он Плох Ницше Так Говорил Заратустра Воля К власти Ему Не нравится Отличный Кстати Текст Ну Понятно Почему они Enemy Текст Почему Это враги Все здесь Понятно Голубое Сало Сорокина Тоже Понятно Почему Здесь Лавей Понятно Почему Падшие Ангелы Духи Тюрьмы Непонятно Почему Я не знаю Читал Этот текст Фрейд Все тексты Читал Они хорошие Тоже Ну ладно Понятно Почему Они здесь Находятся Майнкампф Поучительный Текст Не то Чтобы вы Должны Следовать Его поучению Майнкампфа Мы против Майнкампфа Против Нацизма Ни в коем Случа Его не Распространяем Но это Текст Поучительный То есть Там есть Что прочитать Майнкрафт Отличный Да Кастанеда Вражеский Текст Тоже Понятно Почему Всякая Мистика Наркотики И так Далее Сумерк Богов Спираль Ксении Собчак Не читал Юнг Структура Психи То есть Он против Психоанализа Да Полностью Я не знаю Зачем он это Поместил Понятно Такая Атеистическая Волей-менее Литература Виннер Ну здесь Здесь уже Все понятно Здесь более понятно Почему Белинский Кортезий Ему не нравится Что Что С Пелевиным Видимо не так То что он Не православный Фанатик Видимо Вот что с ним Не так Похраброво Никонов Абурейт Обезьяна Ну то есть Понятно Эволюционизм Нахер Кортезий Почему-то Здесь пропал Кабала Ладно Понятно Бокаччо Декамерон Понятно Почему Лавкрафт Тоже понятно Почему Понятно Это все Антихристианские Тексты Понятно Почему Спасибо за Подписку Друзья Бах Чайка По имени А что Чайка Сделала Что тебе Сделала Чайка Храбров Что ему Сделала Чайка Я пытаюсь Понять его Философию По текстам Да Которую Которую ему Нравится Или не Нравится А что Чайка По имени Джонатан Ливингсон Он ему Сделала Прикольный Текст Не лучший Но прикольный Окей Ну ребят Я думал Он еще и Сталинист Но тут Он почему То не любит Сталина Ленина Не любит Маркса Не любит Что-то странно Гайду Крастаманские Сказки Тоже понятно Почему А здесь Понимаете Самые лучшие Тексты Попали Попали в Эними Бог Аропский Кэжуал Не читал Сороса Не читал Шварца Убить Дракона Не читал Кот Да Винчи Не читал Тут Попса Просто Какая-то Петухов Евангелие От Иуды Не читал Протоколы Сионистских Мудрецов Не читал Докрина Аллан Даллес Не читал Делез Логика Смысла Вот Кстати Один из Топовых Текстов Делеза Ну вот Он здесь Он Он плохо Относится К Делезу Тофлер Третья волна Ну такой Футуристический И типичный Текстик Не знаю Почему Не нравится Ну видимо Потому что Прогрессивизм Да Наверное Поэтому То есть Идеи Прогресса Не нужны Хорошо 88 Заповедей Дэвида Лейна Окей Удар Русских Богов Ох ты Хомяков Свои Чужие Драмы Идей Мысли Натуралиста Не читал Давайте Я не буду Зачитывать Отрывок Из романа Кин Кизи Обойдется Мы и так Почти час Потратили На разбор Списка Ну знаете На самом деле Много хороших Текстов Попали даже В Эними Бук А он Только К Библии Хорошо Относится Да нет Вот тексты К которому Позитивно Относится Закон Божий Митрополиты Макарии Всякие Все Вот эти Митрополиты И прочие Друзья Хомяков Семирамида Все про церковь Все что про церковь И про религию Все топ Там очень много Там очень много Феуст Феуст Феут Гетте Фауст Непонятно Что теория цветов Тут делает Сорокин Социальная мобильность Тоже на самом деле Непонятно Что она тут делает Блин Жестко 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 Много религиозной Литературы В списке Дружеской Прям вот Прям вот Да Ладно Друзья Мы посмотрели Список Святого Храброва По моему Книжек Хороших Было много Даже среди Нейтральных Ну то есть Вполне Так себе Список Приемлемый